Соли Ашсабитовна, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Заходите, присаживайтесь. Хочу поближе познакомиться с вашим отделом, чтобы жители тоже узнали. Расскажите о нем подробнее, чем вы занимаетесь в целом. Наш отдел, сектор жилья, занимается выделением жилья из Государственного жилищного фонда. Мы оказываем две основные государственные услуги. Это постановка на учет и очередность граждан, а также принятие местным исполнительным органам решения о предоставлении жилища из Коммунального жилищного фонда. И вторая наша основная государственная услуга – это приватизация жилищ. Также мы занимаемся предоставлением жилья из Государственного жилищного фонда. с этим постановкой на учет, на получение жилья. Работа в основном связана с очередниками, нуждающимися, социально уязвимыми слоями населения. Насколько я знаю, в отделе ЖКХ 10 государственных услуг. Расскажите о ваших государственных услугах подробнее. И какие еще есть услуги? В отделе сектора жилья основные, как я говорила, 2 государственные услуги. В общем, в нашем госучреждении всего 10 государственных услуг. Из них работает 8, а мы оказываем 8 государственных услуг, такие как государственная регистрация транспортных средств, городского рельсового транспорта, выдача разрешения на вырубку деревьев, утверждение маршрутов расписания движения регулярных городских, сельских, пригородных, внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров багажа, субсидирование убытков перевозчика, связанных с осуществлением автомобильных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям в межрайонном, городском, пригородном сообщениях. Также имеется госуслуга выдачи паспортов готовности энергопроизводящим и энергопередающим организациям в работе осенне-зимний период. Жилищная инспекция оказывает такую госуслугу, как постановка на учет и снятие с учета опасных технических устройств. В секторе строительства имеются две госуслуги. Выдача разрешения на привлечение денег дольщиков, выдача выписки о учетной записи договора о долевом участии в жилищном строительстве. А в секторе жилье приватизация жилища из Государственного жилищного фонда и также вот эта постановка на учет и очередность, которая основная наша госуслуга. Сейчас я хочу рассказать нам про нашу государственную услугу. Это постановка на учет и очередность, а также предоставление, принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища из Государственного жилищного фонда. Жилища из Коммунального жилищного фонда предоставляются гражданам, состоящим на учете нуждающихся. Какие категории могут стоять у нас на учете? Существует шесть очереди. Это первая очередь ветеранам Великой Отечественной войны, очередь социально уязвимых слоев населения, очередь работников бюджетных организаций, государственных служащих, военнослужащих, очередь многодетных матерей, награжденных подвесками Камусалка, Алтмалка, многодетных матерей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей. И последняя очередь граждан, единственное жилище, которых признано аварийным. Если подробнее сказать, то к социально уязвимым слоям населения отдельно еще относятся это ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, это инвалиды первой-второй группы, семьи, воспитывающие детей инвалидов, это пенсионеры по возрасту, кандасы, это неполные семьи. Вот эти категории, которые я выше перечислила, они имеют право вставать на очередь нуждающихся на получении жилья, они становятся в очередь, потом ждут своей очереди по подходу очередности, обеспечиваются жильем из Коммунального жилищного фонда. Была введена в эксплуатацию информационная система, единая национальная система учета очередников, информационная система КИЗИКТКИЗИТ. И через вот эту информационную систему услугополучатель может подать заявку на постановку на учет. Для того, чтобы встать на очередь на получение жилья, услугополучателю необходимо иметь электронно-цифровую подпись, первое и второе, услугополучатель и все совершеннолетние члены семьи. Сотовый телефон услугополучателя должен быть зарегистрирован в базе мобильных граждан. Если услугополучатель хочет подать заявку, авторизовывается на сайте КИЗИКТКИЗИТ и в электронном виде подает заявку. Для этого сбор бумажных документов не требуется. Информационная система КИЗИКТКИЗИТ, она интегрирована со всеми остальными информационными системами, поэтому услуга полностью автоматизирована. Срок оказания данной госуслуги 15 рабочих дней с момента подачи заявления. По итогам рассмотрения услугополучатель получает СМС-уведомление, что он поставлен на учет, либо ему отказано в постановке на учетном получении жилья. Граждане Республики Казахстан признаются нуждающимся в жилище, если они не имеют жилья на праве собственности на территории Республики Казахстан на момент постановки на учет и на момент получения жилья из Государственного жилищного фонда. То есть, чтобы встать в очередь, у человека не должно быть жилья на праве собственности по территории Республики Казахстан, и также не должно быть жилья на праве собственности в данном населенном пункте, и не должно быть жилья пользования. То есть, если он от государства уже получил квартиру, если один раз, то он повторно не может встать на учет на получение жилья. Показание госуслуги, постановка на учет может быть отказано, если человек стал преднамеренно, стал нуждающимся жилья путем продажи, преднамеренно ухудшение своих жилищных условий, продав свою квартиру, либо подарив кому-то, тогда может быть отказано. Либо может быть отказано, если услугополучатель и члены семьи не зарегистрированы в данном населенном пункте. Это обязательно. Услугополучатель должен быть прописан в городе Тимиртав, и у него не должно быть жилья на праве собственности. Вторая наша госуслуга – это приватизация жилищ из Государственного жилищного фонда. Данная госуслуга оказывается бесплатным физическим лицам. Данная госуслуга оказывается через веб-портал электронного правительства либо непосредственно на сайте Еказна, Регистр государственного имущества. Услугополучатель подает заявку на приватизацию жилища, подписанную электронно-цифровой подписью всех совершеннолетних членов семьи, участвующих в приватизации. То есть, если человек подает заявку на приватизацию, то все совершеннолетние члены семьи должны электронно подписать заявку. Срок рассмотрения данной госуслуги делится в несколько этапов. Первый и второй этап – это 30 календарных дней. Там рассматривается вопрос на жилищной комиссии. Члены жилищной комиссии электронно подписывают поступившее электронное заявление. Следующий, третий этап – это 5 календарных дней. Это выдача договора о приватизации. Результатом оказания госуслуги считается выдача договора о приватизации. Но если человек хочет приватизировать квартиру, первоначально ему необходимо подойти к нам по адресу бульвар независимости 9-315 кабинет. И обязательно необходимо получить первичную консультацию. Там мы выдаем перечень необходимых документов. Документы все должны быть электронно отсканированы с оригинала в цветном варианте, в варианте ПДФ. Это все объясняется при приеме. Савлеша Сибирьевна, скажите, сколько государственных услуг было оказано с начала года? С начала года было оказано всего нашим государственным учреждениям 984 государственных услуг. Из них электронно было оказано 873 услуги. Из них, если подробнее сказать, по постановке на учет было оказано 519 услуг по постановке на учет и очередность граждан.